Вот какая игра. Берем два разные этапа в развитии нашей планеты. Бывают периоды бурных возмущений, допустим, горообразования, изменения климата, когда вздымаются новые горные системы, меняются направления океанических течений, направления вечных ветров, меняется распределение климатических поясов. Бывает такое? Да, было в истории планеты. А были периоды более спокойные? Да. Были периоды. Ну вот давайте. Спокойное существование в течение длительного времени, ну, допустим, хотя бы десятых миллионов лет спокойного существования. Второй вариант – перемены, резкие перемены. Ну, опять же, допустим, в течение нескольких миллионов лет городозаводительные процессы тоже долго живут. Отлично. В период отсутствия резких перемен. Вчерашний день похож на сегодняшний, сегодняшний похож на тот, что будет завтра, и так далее. Условия стабильны. Скажите, в этих вариантах, в этой ситуации, выигрыш получают кто? К-стратегии или Р-стратегии? К-стратегии. К-стратегии. К-стратегии считайте. Давайте смотрим. У эр-стратегов в любом случае смертность какая? Высокая. Исключающая. Когда из десяти миллионов все равно выживет двое. Важно или неважно – личная доблесть каждого отдельного малька. Нет, неважно. Неважно. Выживание – это идет по закону больших чисел. Отбор. Выживание, скорее, случайный характер носит. Так? А тогда отбор всего из полутора десятков детенышей, из которых двое должны выжить. Вот в этом случае важны или неважны – личное качество каждого. Очень важно. Значит, в результате, если условия оказываются такими же, как вчера, то есть постоянными, так, родители хорошо приспособлены, оказались, смогли размножиться, свои свойства передали детям. Так? Отлично. Если детей два миллиона, они их обучить чему-то могут? Нет. Нет, не могут. Отлично. Если детей десяток? Могут. Можно обучить. Так? Те навыки, которыми обладали родители в условиях спокойного, неизменного мира, будут для справедливых и для детей. Да. Если ничего, существа не изменились. Да. В результате дети преимущество получат? Да. Получат. А дети, стратегию, какое-нибудь дополнительное преимущество получили? Как все было, так и осталось. Как все было, так и осталось. Кто начинает выигрывать? Костротегию. Костротегию. При этом, помните, как в рамках сообщества на одной территории уйти из-под конкуренции? Да. Найти свою нишу. Найти свою нишу, специализироваться. А любые специалисты, это Костротегия или Астротегия? Понятно, что любые специалисты – это Костротегия. Если уж пошла специализация, то нарастает Костротегизация. Вот это ясно? Да. В результате, чем дольше длится этап покоя, так, тем более специализированные формы рождаются. Не просто летают, а умеют летать низенько-низенько-низенько. Не просто летают, а умеют летать высоко-вусоко и осматривать огромное участок. Не просто летают, а умеют летать маневренно между заросами. Так, вот во всех этих трех случаях плетонные выходят из-под конкуренции остальных, способных к полету. Да. Так, одно дело – умеет летать в ситуациях разреженного воздуха, другое дело – маневрировать на крайне низкой высоте, третье дело – маневрировать в заросе. Разный набор специальных средств. Да? Хорошо. Все более специализированная группа. Скажите, а можно ли успешно конкурировать со специалистом в его сфере генитарности? Нет. Да. Значит, вот у нас возникла орехоядная форма птицы. С вот таким клювом, который отлично щелкает в любые орехи. И теперь на этот остров занесло ветром каких-то случайных ворон. Может ли ворона нормально рассчитывать на то, что ей достанутся орехи? Нет. Может ли ворона рассчитывать на то, что ей достанутся насекомые, спрятавшиеся под корой, если там возникли еще диагноз с супер-клювом? Нет. Нет. С специалистом в рамках его ниши не конкурируешь. Смотрите, какая штука интересная. А в результате за длинный-длинный период покоя у нас все сообщества разбиваются на крайне специализированные ниши. Пространство для изменений, пространство для эволюции не остается. Не отстается. Что приходится ожидать по отношению к темпам эволюции? Замедляется. Замедляется. Когда условия постоянно, новые виды просто не происходят. И не потому, что кончились мутации. Мутации, ради бога, им тут. Просто мутантным формам не будут деваться. Так? Потому что им сразу приходится конкурировать с очень хорошими специалистами. А мутантик, он только что свеженький. У него все его черты приспособлены друг по другу. Да. А еще сразу нет. Поэтому темпы эволюции резко падают. Эр-стратегия. А эр-стратегия на периодах покоя ведут такую занятную жизнь. Вот вы все советские времена, конечно, не застали. Поэтому, если знаете что-то, то порассказуем. Много ли было бомжей в советское время? Нет, нет. Нет, нет. Правда, не было такого явления. Были бичи, и было не очень много населения. И где-то на северо-востоке, в центральных районах бичи практически не было. А вот явлений бездомности просто не было. Это никакая не пропаганда. Я минимально заинтересован в пропаганде советского времени. Просто для каждого времени своя собственность характерна. А почему не было? Да, чтобы даже был какой-то там... Да. Общество было расписано на отдельные ячейки. Каждый снимал вот такую свою жизнь. А как называется любое живое существо, в том числе человек, который не имеет своей отчетливой ячейки, к которому привязаны? Бомж? Нет. Маргинал. Маргинальная позиция – это как раз позиция между социальными группировками. Так? Нетрадиционно, не связанная определенными традициями. Значит, как живет маргинальная группа? А расчеты очень простые. Вот берем отличных специалистов, очень хороших. Могут ли они буквально вот в дословном значении этого слова на 100% использовать ту еду, на которой специализированы? Нет, не могут еду объедать в себя, скажем, с каким-нибудь. Хорошо. Теперь другие специалисты. В этом же сообществе живут орехо-яда, насекомо-яда, плодо-яда, траво-яда, хищное и так далее. Все они очень хорошо специализированы. Так? Ну, у каждого объедки остаются. Тоже есть. А, и вот эти эрстротеки. Хорошо. А теперь, я эрстротек, я ничем не специализирован, как следует не приспособлен. Да? Значит, откуда же я еду ими? Вот эти объедки. Объедки там, объедки там, объедки там, объедки там. Так? В результате, в сумме я для себя набрал? Да. Набрал. Законный способ существования? Да. Да, вполне. Вот такие маргинальные формы. Причем, как стратеги, обладают очень занятной особенностью. Сколько у них потомства? Много. Очень много. Так? Это на следующем шаге окажется важнейшая штука. Смотрите, начинается вот этот перелом. От состояния покоя переходим к состоянию резких перемен. Меняются условия окружающей среды. Что делают к эрстротеки? Они не адаптироваются. Адаптируются к эрстротеки? Они... Ведь эрстротеки отлично приспособлен, очень хорошо приспособлен. А, но если его... К чему-то одному. Если это одно уничтожь, то он просто умирает. Он просто умирает. Ребята, высокая специализация – это путь к вымиранию. Чем лучше вы к чему-то приспособились, тем надежнее вы вымрете после изменения окружающей среды. Если вы очень хорошо делаете что-то, это значит, что вы почти не умеете делать все остальное. А если условия изменились так, что необходимости в этом, что вы отлично умеете делать, не стараются. Ну и как вы так ширеете? Вы же ничего другого не имеете. Так? Поэтому, как только начинается период перемен, у какой группы возникают проблемы? УК «Остротегия». УК «Остротегия». УК «Остротегия». Численность их падает? Падает. Но на самом деле перемены – это вообще никому не сложно. Эр «Остротегия» тоже построилась. Но с какой скоростью будет восстанавливать свою численность Эр «Остротегия»? Эр «Остротегия». А это же палка не удержит. Вот скажите, если вымерла из-за каких-то событий, вымерла 90% популяции К «Остротегия». Через сколько поколений они смогут восстановить свою численность? Ну, 3-4. А Эр «Остротегия»? Да в следующем поколении у них будет все обгуманно. В них просто выживет чуть больше процентов, чем обычные. Хорошо, 90% Эр «Остротегия» уничтожили. Они все равно, их популяция что-нибудь почувствует или нет? Нет. Да нет, в следующем поколении все равно нормальная численность. Почему? Потому что рождают заведомо больше, чем может быть. Статус «Поэкновенный». «Поэкновенный». Можно сказать, праздник на улице Эр «Стратегия». Так, К «Стратегия» не могут конференцию составить, потому что К «Стратегия» заняты, они вымирают. Да? Значит. А Эр «Стратегия», ну, пускай трепет, ветра не переменят, да? Но они мы не нужно восстанавливать численность. Хорошо. Ну, а почему это все переводит? Это мы уже после обеда с вами впервые. За силу все.